Елена Толстокорова с гордостью показывает книгу, в которой напечатаны рассказы ее сына Влада. Ему 22 года, он не говорит, и у него аутизм. И вопреки всему, он пытается творчески реализоваться. Эти люди, вот мой сын, у него другая сенсорная система. То есть он сильнее слышит, он сильнее чувствует, у него все по-другому работает. И я бы не сказала, что это больные люди, как думают. Но если бы нас, нормотипичных, поместить в то, что они чувствуют, мы тоже дадим сбой. И обычные люди не всегда умеют работать с клавиатурой, а Владу сложно вдвойне. С ним занимается нейропсихолог Анна Лукина. Я работаю с неговорящими детьми с раз и использую технику фасилитированной коммуникации, благодаря которой неговорящие люди получают возможность общаться с другими людьми. Анна стала и одним из авторов сборника, получившего название «Аист и мир», куда вошли рассказы семи детей с различными ограничениями здоровья. Время трогательно зовет на улицу. Совсем не хочется уходить домой. Пусть так будет всегда. Осень. Время замечательно и прекрасно спокойно. Если погода как запах духов, то осень пахнет волшебством. Печать на компьютере – лишь часть программы коррекции развития людей с аутизмом. Этого разного рода занятия направлены на снятие напряжения, тревоги, с использованием различных методов арт-терапии, рисования, также обучение различным техникам рисовать. Несмотря на сложности, Влад не унывает. Первый творческий опыт его вдохновил на новые свершения. Вот сейчас он пишет свою книгу персональную. То есть именно только он в ней будет напечатан. И также мы к ней еще иллюстрации. Он рисует к своим заметкам, да, интересные вещи пишет. То есть мы так не мыслим. Те, кто работает с аутистами, подчеркивают, что отношение к ним, как к больным людям, в корне неправильное. Они просто другие. Внутренняя речь у них сохранна. То есть они прекрасно понимают действительность происходящего. То есть именно из-за их нарушения они демонстрируют такое сложное поведение. В некоторых случаях люди с такими нарушениями могут обучиться общаться письменно. Влад – пример того, что при наличии воли и желания возможно преодолеть любые трудности. Главное, чтобы рядом были любящие и понимающие люди. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.